Джайл это здесь, это возможность изменяться, применять новые вещи, бесконечное обучение. У нас офис структурировано очень просто, он структурирован так, чтобы он был похож на дом. Это, например, здесь есть душ, можно открывать. Да, супер. Маркетинг по продуктам все-таки разделить. Возьми ауди, возьми любого автопроизводителя. Ты же не можешь делать маркетинг ауди а8, так же как ауди а1. А не ради маркетинга с ума сойдет. Приветствую, друзья. С вами снова Кирилл Куницкий. И сегодня я нахожусь в очень интересной компании. Это компания, у основателя которой я сам многому обучаюсь и мы регулярно встречаемся для того, чтобы обменяться опытом. Это компания Компитера. Компитера это компания, которая является с одной стороны IT-стартапом, с другой стороны, уже сейчас, за те 4 года, которые существует компания, у нее есть очень большие достижения. И в своем рынке она является безусловным лидером и продолжает расти и занимать, удерживать и развиваться, занимая лидирующие позиции в данной сфере. И прямо сейчас мы пообщаемся с основателем данной компании. Это Александр Галкин. Привет, Саша. Привет. Привет, рада тебя видеть. Да, супер. Саша человек, который является не просто CEO и основателем IT-компании, но это человек, который постоянно, я не знаю, насколько можно так бурно обучаться, как можно так бурно обучаться и постоянно черпать новое время. Я считаю, что мало. Да, мало-мало. Все еще мало обучаюсь. Мало? Ну, по-моему, круто. Вот я думаю, что сейчас наше сегодняшнее интервью Даст немножко раскроет этот мир, мир Саши. Я думаю, что это будет действительно очень взрывное интервью. И сразу подготовьтесь, что будет очень много непонятных слов, которые обычному обывателю они непонятны, да? Это мой грех, да. Что, пойдем, присядем? Пойдем, присядем, да. Я предлагаю начать с короткого представления знакомства, чтобы ты прямо как основатель рассказал, чем занимается компания, для того, чтобы это было максимально… Да, следующая была итерация нашей миссии – видение. И сегодня, ну, многие уже знакомы с компанией, но в целом мы как бы объединяем в себе, сформировали более широкое видение. И сегодня мы считаем, что мы объединяем лучшие решения для управления ритейлом и ценообразованием в мире, то есть даже тех, которые еще не изобретены. Но если чуть-чуть проще, то есть у нас есть два продукта. Мы оптимизируем цены для ритейла, то есть мы за счет больших данных и всяких умных слов типа машин-лёрнинг и так далее помогаем продуктовым менеджерам, которые устанавливают ежедневно цены, ставить лучшие цены, при которых покупатель не будет кричать, что это очень дорого, но при этом ритейл продолжит это продавать и зарабатывать. То есть я, может, со своей стороны как бы прокомментирую, а ты скажи, прав или нет. То есть если есть некий собственник интернет-магазина, у которого есть большой ассортимент, ему нужно поддерживать цены в рынке для того, чтобы товары продавались, чтобы он не выпал в какой-то момент, не оказался на 5% дороже и не выпал просто из конкурентной... Да, ты прав, но сейчас уже немножко сложнее. То есть, да, мы работаем и с e-commerce, и с классическим ритейлом сейчас, и задача как раз действительно как раньше так и происходила. То есть все смотрели за рынком, кто-то упал, все быстро меняли цены под него, и на самом деле никто не зарабатывал. И потому задача нашего алгоритма сделать так, что он ребалансирует цены на весь портфель. То есть он скажет, окей, этот телевизор или книжку держи ниже рынка на таком-то уровне, а вот этих можешь продавать дороже, ты заработаешь. То есть мы теперь смотрим шире, не просто конкурентное ценообразование, это действительно такое ценообразование основанное на цели, на эластичности спроса и тому подобное. То есть, по сути, я, к сожалению, не могу называть некоторые сети, которые используют это, ну, вы можете там по нашему сайту посмотреть, но в целом, наверное, ты покупаешь ежедневно в многих магазинах, у которых, по сути, работает наша технология сейчас. Скажи, а если говорить в общем о ритейл-рынке, вот я замечаю, что сейчас идет тренд, с одной стороны, e-commerce идет в оффлайн-ритейл, и оффлайн-ритейл идет в e-commerce. Да, все правильно ты замечаешь, так оно и происходит, большие крупные e-commerce поняли, что ему уже тесно, честно, все глобальные деньги коммерции до сих пор в оффлайне. То есть вот завтра там в среду приезжает большая сеть европейская навстречу, у них 267 магазинов по Европе и только 15% онлайн. Вот, онлайн, даже тот же Amazon, при том, что он большая компания, но она небольшая не за счет и коммерса, у них очень много других направлений. То есть до сих пор очень много денег в оффлайне, я считаю, они там будут еще лет 30-40, потому что люди хотят и будут покупать в оффлайне. И да, то есть и коммерсы поняли, что, ага, мы научились мерить, они более классно умеют мерить, но плохие в операционных вещах, в логистике, в доставке и так далее. С той стороны, оффлайнщики, они наоборот с этим сильны в этих вещах, там, доверие, построение покупателя, планированный маркетинг, они учатся e-commerce и так далее. То есть да, действительно происходит это вот сейчас смещение, сливание и так далее. Окей, скажи, я правильно понимаю, что вот в e-commerce как раз одним из следствий внедрения таких решений, которые делаете вы, является то, что убивается маржинализм, потому что компания начинает очень эластичность спроса растет. Я бы сказал так вот, без наших решений они как раз так и делают, то есть они берут только данные, смотрят только на конкурентов, не смотрят на долгосрочную вред, который может произойти такое. Потому что парсер написать может сейчас каждый, честно. То есть или даже без парсера они там в Excel-ничек собрали и так далее. Да, поэтому вот мы как бы, нас часто с парсером сравнивают, у нас одна из маркетинговых метрик, это сколько упоминают компьютеру как парсер. Этот показатель должен падать, потому что мы не парсер, мы объясняем, что это платформа для ценообразования, которая как раз и покажет, что ребята, здесь не надо падать. Но ты прав, даже часто берут и правильный инструмент, но ездят и пользуются им неправильно. То есть, грубо говоря, суть вашей деятельности это некий более интеллектуальное ценообразование для... Да, поднимание маржинальности. То есть мы как раз реально как раз пытаемся заставить ритейлеров не толкать себя в границу маржинальности. Но ты прав, то есть любой все равно новый магазин приходит и говорит, ребята, мы с вами в первую очередь мы должны поставить все цены ниже рынка. Точка, классная стратегия. Я говорю, окей, у вас 14 тысяч товаров, вы все поставите ниже рынка, мы начинаем показывать, что, например, тот же Amazon, там только 17% товаров дешевле рынка. 17, ребята, 17%. То есть это надо правильно бронсировать. Но не хватает, как правило, просто опыта и экспертности людей решить, окей, что на этот пылесос я должен стоять рынок, а на этот я могу дать и дороже рынка. В Украине, например, розетка, например, управляет ценообразованием рынка. Если розетка вдруг, не дай бог, не переоценилась или не была доступна, то рынок не знает, какие цены ставить. То есть это вот такой эффект в нашей стране, но в мире легче. Круто. Слушай, а можешь рассказать какие-то факты о компании сейчас, вот то, что доступно, то, что можно выдавать, то есть там оборот, количество клиентов какие-то? Ну, оборот пока мы не разглашаем, то есть нас сейчас немножко запретили, раньше я там говорил, то есть вы можете посмотреть, есть там в публичных вещах, но мы как бы удваиваемся каждый год, задача на следующий год утроится. То есть мы запустили новый продукт, который позволит наш оборот утроить. Сейчас на 60 человек, 30 где-то еще в найме. Кстати, мы нанимаем людей очень активно, приходите. И у нас сейчас из 26 стран есть клиенты, офисы в трех странах и в следующий год запускаем еще три. А количество клиентов общее, какое приблизительно? С цифрой ничего не знаешь, но это больше 150 сейчас клиентов. То есть это B2B? Это большой enterprise. Ну, а решение, оно адаптируется под каждого клиента, то есть это не какая-то коробка, которую человек ставит? Ну, мы считаем, что это в принципе коробка, она адаптируется только в области интеграции к клиенту, но мы объясняем, какие пользуются, онбордим и так далее. То есть это не CRM, который там есть, например, BM Cloud, который ты должен бизнес-процессы прописать, подключить. Мы, в принципе, отдаем коробку и учим людей работать с нашей коробкой. А процесс продаж строить каким образом? Это есть ли какая-то лидогенерация, построенная на интернет-маркетинге или это больше изучение? Да, у нас два типа продаж, то есть так называемая транзакционная. В том числе говоришь, что она inbound, то есть приходит заявка, ее квалифицируют, передают на executive, а он закрывает. То есть стандартная транзакционная модель, enterprise модель, когда мы делаем звонок с клиентом, поиск solution, смотрим, делаем аудит небольшой его бизнеса, какое решение ему предложить и тогда ему предлагаем набор решений. Это правило enterprise сделки. Такие сделки там от полумиллиона долларов в год у нас подписки стоят. Сколько у нас этих единорогов по офису? Вон висит, там в двух комнатах. То есть это все, чашки у нас с единорогами есть. Это все, знаешь, вербально. Саша, скажи еще относительно обучения. Сколько, по-твоему, CEO компании должен уделять процентов своего времени именно на совершенствование, на обучение, на импровмент работы, процессов? Ну, это зависит от стадии компании. И чем больше… Вот я общался с Atlassian CEO. Он сказал, что его сейчас вообще… Он делает только vision и mission-driven ивенты с своими сотрудниками, и все остальное время он только учится. То есть поэтому это большой кусок. То есть ты должен быть всегда, знаешь, это on top of all knowledge. То есть ты постоянно должен понимать основные тренды во всем постепенно. Поэтому обучение – это большой-большой кусок времени. Опять же, если ты можешь себе выделить время на обучение, скорее всего у тебя классно настроенные процессы. Потому что по-другому ты будешь заниматься операционкой. Это тоже для меня такой бар. Окей, что я сейчас делаю? Я сейчас три недели фикшу сайловую команду. То есть, наверное, у меня что-то здесь в непорядке. И надо кого-то там поменять. Или сказать человеку, что он будет это менять. Поэтому это большой кусок времени. Я очень, например, давно не помню, когда я читал литературу какую-то. Всегда какая-то, блин, бизнес-новая книжка у меня. Я, кстати, понял, например, невозможно читать пять книг одновременно. Три максимум. То есть я сейчас читаю три книги одновременно. Вот. Сейчас постепенно хочу, чтобы тембеды начали. Как много читаешь? Сколько книг получается читать? Ой, зависит от всех книг. Вот сейчас последние полторы тысячи страниц, короче. Поэтому, к сожалению, медленно. Очень люблю читать в самолетах. И поэтому, когда летаю, это сечение идет быстрее, поэтому сложно. Ну, где-то, я думаю, в квартал две-три книжки. Окей. А какие есть крутые, может быть, источники информации? Либо там, возможно, слушать какие-то подкасты крутые, именно управляющие. Которые, может быть, не столько IT-ориентированные, сколько больше общих. Есть у меня список, я тебе могу потом дать. Ты добавишь в комментарии туда-вниз. Да, туда-туда. Хорошо, идем, может быть, небольшую экскурсию по офису. У тебя прикольный очень офис. Расскажи, может быть, про основные какие-то зоны здесь, как у вас вообще структурировано? У нас офис структурировано очень просто. Он структурировано так, чтобы он был похож на дом. Это, например, здесь есть душ. Можно открывать. Да. Супер. Вот. И гель для душа. Мы, кстати, его покупаем. Это важно. Тапочки все дела. Потому что люди реально проводят большую часть времени здесь. То есть приходит клиент, ждет и выходит кто-то в халате и… Да, нормально. «Привет, как дела? Кофе, чай?» Прикольно. Собственно, здесь команды разбиты у нас. Тут разработка в основном, потому что они такие более quiet. Но сейчас мы посадили всех, то есть они cross-function, все в одном месте. И вторая такая quiet-зона у нас — это HR, маркетинг и finance. Здесь тут солянка, здесь и команда разработки, и я с сетью, и команда маркетинга. У нас, кстати, места есть еще, есть куда расти еще. Да, у нас в компании на 55 мест рабочих, но у нас сейчас будет в планах 90 человек. То есть, ну, тут есть вроде возможность продавать. И мы видим картину. Это Саша, например, наш основатель нарисовал. Его прямо на день рождения компании пытались за 6 тысяч долларов купить. Он не продал, сказал нет. Вот проблема была с митингами. Вот купили такой девайс. То есть делаем митинги здесь. Вот тут sales и customer success. Кстати, последний человек на митинге, наверное. Да, это один, это для митинга с клиентами. Здесь у нас sales и customer success. Кстати, когда стали вместе работать, намного легче стало. А как, кстати, у вас HR подразделение структурировано? То есть у вас есть HRD, есть рекрутер, как построить? Да, у нас есть people team. Мы называем people team, у нас нет такого типа HR, рекрутер. Есть people team, у нее есть двое девчонок, которые занимаются пресс-кринами, но компетенция и ответственность приема человека следит на team lead. То есть у нее сервисный юнит, люди. Они могут разместить ему вакансию, сделать пресс-кринны по телефону и дальше задачи компетенции team lead полностью занять. Плюс у них есть определенный фреймворк, как у села, кстати. Квалификация. То есть они вот, если ты мне, например, там, не знаю, sales, руководитель продаж, а я там руководитель people команды, я с тобой делаю интервью. Говорю, зачем тебе нужен этот человек? Что он будет выполнять? Это чек-лист вопросов. Она все заполняет и говорит, извини, парень, ты, наверное, достаточно не понимаешь, зачем ты нужен человек, у тебя нет на него задачи, я не возьму эту работу. То есть ты должен еще продать свою вакансию HR. Да, очень. Капа сейчас ограничено, у нас 30 человек сейчас в найме. А реально мы так можем пропускать, я думаю, человек 9 только. И у них очень много вот эта фаворонка стучится. Знаешь, мы еще не Tesla. Знаешь, знаешь, сколько в Tesla подаются в год людей? Полтора миллиона в вакансии. Да те, которых они не ищут, те, которые сами приходят. У них есть робот, который, короче, сам уже отсматривает. Кстати, думаю, надо написать, как классная штука. Да, кстати, ты качаешь CSV-ку. Да, CSV-ку качаешь, сам мачив скиллы и сам уже HR-у помечаешь. Это ему пиши, это ему не пиши. И можешь сам письмо написать ему, извините, вы нам не подходите. Человек не касается. Facebook тоже такую штуку имеет. Потому что там еще скоро, если кандидат попадал и оплавился на разные вакансии, попадаешь в банк-лист, ты больше никогда не можешь податься. Слушай, ну вот скажи, знаешь, есть такая позиция, что замена топ-менеджеров, в том числе топ-менеджмента, тим-лидеров в процессе, она является неизбежной по мере роста компании. Да, к сожалению, блин, это так чувствуется. Вот сейчас у нас это так больно. Потому что классные ребята, и с ними как бы нет проблем, но они начинают сами чувствовать, что приходится говорить честно. Мы с тобой классные друзья, но потребности компании просто больше, чем ты сам. И знаешь, есть такие, которые готовы взять этот челлендж и перерасти, его быстро учиться. Почему менторы появились, например, у нас присоединенные? И он четко понимает, что у него, если уже к нему пришел ментор, то у него сейчас как бы всего будет два пути. Либо он вырастет, либо он уйдет. Но у нас, опять же, эта позиция продуктовнера, тем ли, да, это всего лишь роль, и ты можешь остаться как бы игром. Но всегда, когда я, к сожалению, смещал людей на позицию просто единицы, они уходили. Потому что уже амбиции внутри уже другие, он чувствовал как-то. Хотя, опять же, мы никогда не, например, не уменьшали зарплату. Даже если ты не переставал быть. Хотя, кстати, они получают райс, когда они постоянно забинают это, потому что забирают на себя больше responsibility, там небольшая есть прирост зарплаты, а потом он достигает каких-то целей, еще прирост зарплаты. Но когда он, например, уходит с этой позиции, мы не понижаем зарплату. Но, к сожалению, есть моральный такой удар, который они не могут выдержать. Слушай, скажи, а есть ли нас сейчас смотрит какой-то владелец такого классического оффлайн-бизнеса, завод по производству каких-то электронных приборов пускай, и он не понимает вообще слово agile и методов стратегического планирования. Вот какие простые рекомендации мы можем дать офлайн-бизнесмену сейчас, чтобы начать применять, пользоваться преимуществами agile в управлении? Просто вкратце. Из самых простых вещей, это действительно OCR, это целеполагание, то есть попросить каждой из вертикалей придумать три цели, которые бы они сделали в следующие 90 дней. Три месяца, это много. И просто посмотреть, какие бы они цели принесли, нет никаких ограничений, есть только время, 90 дней. Какие бы три проекта, представь, что у тебя нет бюджетирования, пофиг. До сих пор в компании, вчера у меня был вопрос на этом, а сколько вы там тратите денег, какой канал выбираете, какой бюджет? Я говорю, если мне придет человек и скажет, что в этом канале можно положить 10 миллионов долларов, и он туда принесет 5, он получит 10 миллионов долларов. То есть не имеет значения деньги вообще. То есть пусть показывают проекты, которые приведут к каким-то результатам. У меня OCR, и просто попросить этих своих вот 5-6 человек, в идеале он управляет, наверное, семью. Это опять же, я видел SEO, который там в день контактирует. Первое, проанализировать, сколько людей он контактирует в течение недели. Если их больше, чем 7, постараться исключить коммуникацию со всеми. Для топа ты имеешь в виду? Для топа, да. Вот SEO, например, да. Он должен контактировать не больше, чем семью людьми. Это его скрам-команда, это первая штука. Вторая, если больше, то надо решить, кто должен, почему он о нем думает, почему он контактирует, значит, скорее всего надо решить. У меня жена, кстати, сейчас тоже классный. Тима говорит, если ты видишь, засыпаешь и говоришь о каком-то человеке, его фамилию, просто увольняй. Я смотрю, за 4 года ни к чему это не приводило. Просто этот человек в итоге исчезал из компании. То есть не старайся, не трать на него времени. А второе, дать этим людям, если опять они у тебя есть, эти 7 человек, ты им доверяешь. То есть пусть дай им там, попроси их создать этих 3 целей. Для меня сейчас очень большой знак, даже при хайринге. Мы опять же, ну фиксить надо воронку из того, прихода людей. То есть если уже у тебя, то есть если ты уже работаешь с такими людьми, которые, наверное, не очень agile. Agile это здесь. Это возможность изменяться, применять новые вещи. Бесконечное обучение. Бесконечное обучение. То есть если у тебя этих людей нет, то надо зафиксить сначала, чтобы они начали переходить в компанию. Поменять свой хайринг. С этого надо начать. То есть сейчас есть классные сдвиги. Я видел, в общем, мы с ритейлом работаем. Да вообще такая деревянная индустрия. Там я встречался с SEO, которому 65 лет. Понимаешь, он до сих пор управляет собственниками, до сих пор управляет бизнесом. И говорит, все эти, блин, IT-щики нас выдавили, мы тут эти лампы, там, американец. Продавали всю жизнь. Они у нас перекупают, на Амазоне продают дешевле. И, блин, у них уже больше, чем мы. Мерзавцы. Я тоже хочу запустить онлайн и буду им продавать. И важно с кем-то людьми работать. Но я вижу уже классные сдвиги. То есть собирают молодые команды, собирают эти, они уже начинают двигаться. Даже такие большие сетки, даже наши, украинские, где абсолютно самостоятельная команда, 5-6 человек и так далее, они начинают. То есть первый совет – нужна новая кровь. То есть кровопереливание. То есть замена людей. Замена людей. Можно ли? Нет, приток. По-любому же приток. А, приток, окей. По-моему, текущий приток. Не надо такого менять. То есть качественный рекрутмент на входе? Сейчас, да. Второе – это дать вот этим своим уже людям сократить свою коммуникацию с кучей людей. Вот какая твоя команда? Как ты говоришь, да, вот моя стратеги-команда, я вот с ней делаю эти вещи. Вот решить, кто моя стратеги-команда. То есть это стратеги-команда. Это обязательно топы или это могут быть люди внутри структуры? Ну, скорее всего, это будут топы. Вряд ли. То есть вот я не верю, что он там кого-то другого тут достает. А если, соответственно, он видит кого-то классного чувака, который вот он хотел бы добавить в эту стратеги-борт, вопрос почему тогда он там, а не где-то выше. То есть надо его поднять. Вот. Вот. Взять этих людей и дать им просто OCR, просто почитать на домашнюю заработку, просто принести на каким-то завтраком, принести и сказать, ребята, какие бы три улучшения ты бы мог сделать в следующем квартале в своей области. Вообще, в целом, в компании. Кстати, целеполагание мы начинаем с компании. Ребята, я считаю, у меня, кстати, есть компания OCR, есть мои персональные как SEO. И я тогда, ребята, сказал, покажите, сформируйте вот вы всемиром, каждые свои три цели для компании на следующий год. Очень интересно, кстати, выглядеть, что они приносят. То есть по ним можно судить уже о уровне исключенности. Вообще, да. А знаешь, вот когда мы начали это делать, даже я видел людей. Я начал на интервью, у нас теперь есть вопрос. Ты когда делаешь ревью своей жизни вообще? Есть два события. Типа один на день рождения, другой на Новый год. Кстати, есть разные люди. 50 на 50 делятся, кстати. Прикольно. Я, например, делал на Новый год, а не на день рождения. Вот. Потому что тоже цикл, там, год. Потому что есть календарный цикл, есть там, отпуск, все. То есть ты мог родиться летом. Здесь очень время для планирования. Есть там, правда. Но не суть. И, короче, если люди не могут делать даже по жизни целеполагание и правильное планирование, то вряд ли они сделают тебе это в бизнесе. Глупо этого ждать. То есть если человек течет по течению по жизни, то нет, не целеустремленный, как бы, что целеустремленный. Всегда пытаются сразу, что такое целеустремленность. То есть если вот у нас говорят, ну вот это целеустремленность. Целевой это тот, который добивается целей, а не тот, который умеет их ставить. То есть вот этот, у Киара, как раз, про то, что ставь цели, там, 3-4 мейлсона для достижения. Поэтому вот попробовать с ребятами, поиграть в игру цели по Олажане и посмотреть, какие они цели принесут. Они могут даже быть не про бизнес, а про их личную жизнь. Вот, я просто спрашивал там у девочки, классная там была. Говорю, какая там, яркий пример, там, на 3-е, какая твоя цель? Она говорит, блин, я всю жизнь мечтала сыграть на досцене с Рианой. Говорю, класс. Типа, в этом году. Говорит, да, супер. А, говорит, что тебе для этого надо начать, вот, делать завтра? Она говорит, блин, наверное, записаться на курсы фротебьяно. Даже играть на фротебьяно. То есть насколько, видишь, не соотносится реально жизнь и цель. Я говорю, что тебе вот драйвило вот просыпаться завтра с горящими глазами? Она говорит, мечта о том, что я сыграю с Рианой на концерте. Класс, говорю. А что для этого надо сделать? Первый шаг. То есть она говорит, блин, начать учиться вообще играть. Ну, наверное, в возрасте это уже нереально сделать. И, собственно, вообще мы про бизнес не говорили, видишь? Я понимаю, что человек, ну, он может учиться у тебя, то есть быть в твоей компании. Просто ты знаешь, что ты можешь в это инвестировать и потратишь кучу денег. То есть лучше менять, если ты видишь, что разрыв очень большой и цели, которые он ставит, они непродуктивные, лучше менять. Вот когда они начнут писать ему уже ОКРы, даже бизнесовые свои, он сам все поймет. То есть, но, опять же, есть какая-то итерация, но очень ярко видно. Вот у меня было, мне писало, по-моему, 10 минут в дом первый раз. И были такие, знаешь, будем мочить драконов. А я понимал, что он даже на лошади не умеет ездить, а он будет мочить драконов. И там было, они итерационные. Но кто-то понимает, меняется, быстро перестраивается, но ты платишь за эти ошибки. То есть ты понимаешь, окей, я там беру, анализирую, понимаю, о, здесь вот, если в деньгах, представляешь, там 100 человек в зарплатах на квартал, которые не бежали в плохие цели. Ну, сколько это стоит эта ошибка? Ну, ты за них платишь как бизнес. Ну, а в каком случае стоит тянуть, растить? Вот что является этим критерием? Допустим, если человек очень хочет, он говорит, я вот, он слаб, но он говорит… То есть классное правило, человек, приходя к тебе, вот это 90 дней его работы следующих, самые продуктивные 90 дней в его жизни. С момента захода в компанию. Вот постарайтесь на этом этапе, потому у нас в рекординге у нас не можешь подать заявку на поиск кандидата, пока ты не пропишешь три цели его. Ты как тимлид, три цели на этого человека, что он должен сделать. И там не может быть цель научиться работать с продуктом или там провести аудит, понимать свое место в компании. Это ни херена не цель. Цель – это что-то сдвинуть, изменить. Например, у нас приходит Senior Sales, его задача – это Custom Sales. Поднять стоимость текущих контрактов в два раза. Потому что, как правило, человек, который меняет работу, это его как бы сейчас волна. Если он на этой волне, как серфер, не выгребит, верит в то, что он следующий 90 дней, еще через этот день что-то вдруг у него осенит – это заблуждение. Это не работает на больших данных, проверенное, не работает. Поэтому на первых 90 днях его работы. И это касается всей команды? Неважно, даже если субпорт пришел в первой линии. Он должен прийти, чему-то нас научить и что-то улучшить. Должно быть отображено в его целях. Если он этого не добьется за эти 90 дней, он не пройдет на этот срок. И ты сэкономишь себе деньги обучать его, тянуть и так далее. Тянуть можно, к сожалению, и мы тянем тех, кто были до того, как я это понял. То есть у основания компании. Обычно, когда компания основывается, там сумбурное количество 5-7 человек, которые просто были. Но ты с ними тоже потом начинаешь по-другому просто говорить. Они понимают, что, ну, наверное… При правильной продаже они понимают, что компания это надо. Компания – это ребенок. Наш совместный. И не я, никто не имеет права ему вредить. Я тоже говорю, ребята, я на определенном этапе могу почувствовать, что я неэффективный SEO. Я буду стараться уйти, я буду первый, кто об этом говорит, что нам нужен вот такой чувак с такими-то скиллами, а не я. То есть я так же к себе самокритично отношусь. То есть я, например, могу быть сильным вот в этом, тогда я не могу быть этим. И тогда люди, вот у нас сейчас, например, девочка переходит вообще из sales команды в engineering команду. Представляешь, shift. Ну да. Вот. Но мы видим, в чем она сильна и что она может забустить эту команду. И она знает, что она от нуля до единицы им сделает, с единицы двойку она уже не сделает. Но она потом пойдет еще куда-то. То есть она это прекрасно воспринимает и говорит, класс, я понимаю, я ему помогу и это сделаю. То есть она тоже переходит и внутри при переводе тоже ставятся какие-то ОКР, какие-то цели? Всегда. Мы уже чисто навернули очень сильно, это долго, это стоит. У нас есть ОКР на персональном уровне. То есть компания, тимлидов, командные и персональные. То есть еще есть индивидуальные, индивидуальные и персональные разные. Personal, оно business related. А individual, это в том числе научиться играть на фортепиано. Прикольно. То есть человек говорит, я хочу двигаться в junior product менеджера. У меня есть блокер, например, я плохо говорю на английском языке. Я не разбираюсь в эту технологию, мне надо посетить какие-то вещи. Компания, даже у нас открыт бюджет, ты можешь получить 60% фандинга любой своей education инициативы. Сейчас никто не реквестил, но там книжки о творчестве тоже туда входят. Либо оплата курсов по рисованию. Потому что это помогает, это тоже способ медитации. Если он не достигает индивидуальных, это проблема для него личная. И, соответственно, скорее всего мы его не запомним. А кто ставит индивидуальную цель, если это рядовой сотрудник? Сам человек. Сам человек. Инцитива твоя. И твои команды, все это инцитива команды. Ты колешь своего тимлида, и ты ответственен за one-on-one. Кстати, классная практика, мы ее реально делаем. Каждые 45 дней ты должен иметь one-on-one своим прямым тимлидом. А у тимлиды, например, со мной. И так же ты можешь зареквестить one-on-one с кем захочешь в любом момент времени. Там есть определенный формат этой встречи. То есть такой персонал фидбэк. Иногда вот реально людей, вот химия не стыкается. Они просто друг другу играют. One-on-one решили эту штуку. Они вот сели, взяли бутылку, там есть расписано, что делать. Благодарили, договорились, как они могут работать друг с другом. Сделали такой working agreement между собой и разошлись. А есть какие-то лайфхаки one-on-one, которые, вот ты считаешь, они очень помогают, помогают его повысить? Самый главный лохав one-on-one — просто его делать вовремя. И one-on-one отвечает тот, кто его инициирует, он пишет follow-up, обязательно ритуалы поддерживать. И нас вот реквестит, можешь в любой момент с любым человеком компании. Follow-up на HR пишет? Follow-up пишет на этого человека. Это индивидуально. А, индивидуально что-то. Окей. HR курируют этот ритм one-on-one? Они, смотри, очень классные. Они даже туда залазят, потому что это тет-а-тет штука. Невозможно, нельзя быть, чтобы… У нас даже в комплексе закрытая беседа между двумя людьми, тем ли до этого человека, они… Он знает, что этот разговор никуда дальше не уйдет. HR только видит, что были ли они, и она собирает статистику, сколько в команде было проведено one-on-one, и какой процент их реально покрыт. У нас сейчас 68%. У нас сейчас… У нас целый ревью раз в полгода. Раньше, по сути, вероятность повысить себе грейд вообще нет. То есть… И это раз в полгода. И вот в этот цикл они должны провести как минимум три one-on-one. У нас люди пишут personal assessment. То есть я пишу сам раз в полгода. Чем я был ценен? Куда я хочу развиваться дальше? Что я буду делать для себя? А тебе пять независимых людей пишут, и ты не видишь этих фидбэков. То есть ты видишь только общая статистика, типа positive negative. А кто выбирает людей, кто пишет? Team Lead. И Team Lead выбирает людей, кому он напишет. И на каждого человека в компании он выбирает… То есть он может зареквестить двух, по-моему. Кстати, это есть софт, который это делает. Он все там менеджерит. А что это софт? Bambu HR. А Bambu HR, круто, да. Там есть эта штука, она как-то там написана. Там есть гадлайны, и мы по нему делаем. Мы ничего не придумываем. То есть и там же one-on-one треки эти все, да? Да, прикольно, прикольно. Окей, хорошо. Первая рекомендация, которую мы сказали, это поставить цели, причем проследить, чтобы цели были по всей команде, и желательно, чтобы в момент прихода вот эти 90 дней мы разгоняли человека по его каким-то ключевым целям. Ну, пофиксить прием людей. Да, пофиксить прием. Свежая ДНК. А на что обращать внимание? На что ты обращаешь внимание при подборе? Что для тебя? Soft skills. Основная причина отказа наш сегодня. То есть личный смысл? Да. Почему-то очень многие делают ошибку в стороне… Ну, этот парень работал, не знаю, на хлеб-заводе с 15 лет он знает, как пекут хлеб. Ребята, сейчас все знания очень сильно открыты. То есть надо брать человека, который просто классный по soft skill'ам и может это подтянуть. Потому что hard skill у нас 15%. Вот даже в инженеринге, кстати. Это сложно, потому что там hard skill имеет значение. То есть если ты никогда не сталкивался там с глубоким машинным обучением, ты играет ли там этот? Ну да. То есть должен быть, да. Но все равно это не является soft skill' основной блокер. К сожалению. Я бы поражен был. Я общался с разными Facebook-тимами. Вот одна… Меня поразила ребята, которые работают над Facebook-серчем сегодня. Они настолько goals-driven и они думают целями компании. Они говорят, наша главная цель Facebook сейчас повысить там дейли, среднее время пребывания в Facebook настолько-то. Здесь не могут цифры называть. Это типа… И они думают, что они в рамках этого могут в этом плане сделать. Круто очень. То есть они не ждут, что там какое-то… Хотя у них два уровня дирекции еще над ними есть. Кстати, one-on-one. Каждые две недели one-on-one с лидом и one-on-one с директором с одним чуваком на голову выше. Это очень сложно. Я в себе это не вредил, потому что это дорого. То есть ты должен… Там у них два уровня one-on-one. Один с твоим тим-лидом непосредственно. Один обязательно с выше, кто над тим-лидом. Потому что тогда ты можешь раскрыться и про тим-лида рассказать. Все хорошее, не хорошее. Но мы это решаем тем, что self-assessment, как правило, над тим-лидом я же заказываю. Я беру разных людей из самого низкого и кого-то сбоку, другого тим-лида и, может быть, парочку из его внутренней команды или из команды сбоку. Они часто пишут друг о друге. А ты неоднократно упоминал, что ты перенимаешь опыт других команд. Это твоя стандартная практика? То есть ты для себя это введешь как норму? Да, наверное. Я всегда спрашиваю, как ты учишься. Я очень много гуглил на Core в дискуссиях, как учиться тебе, когда ты собственник, когда ты SEO. Помимо MBA, я чуть не купил MBA, но мне отговорились. Они сказали, чувак, ты сейчас уже такой MBA прошел здесь. Ну да, сто процентов. И тебе еще за это деньги платят. Я говорю, да, но все равно хочется потусываться. На самом деле, да, я стараюсь дружить с людьми, которые успешнее, чем я, но не сильно. Потому что когда я встречаюсь с парнем с публичной компанией 12 миллиардов оборотов, я с ним могу классно поговорить о вине. Ну да. И о сортах, он мне рассказал, чем он на виски отличается. Я вообще никогда этого не понимал. И в чем кайф Гольфа, например. Но человек, который даст тебе actionable insights, это люди, которые, ну вот я нашел x3 из тебя. То есть если ты общаться с 10 миллионов оборота, общаться с людьми, которые в 30 миллионов оборота, но не общаться с кем в 300. Опять же, кстати, ошибка, часто оффлайнщики тоже делают. Они свой маленький стартапик, даже там свечный заводик, что-то вот у него есть там дружбан, как правило тоже там, который с 170 заводами, и он его советы применяет на своем скейле. Очень важно. Нет. То есть применяй советы людей, которые чуть-чуть больше, чем ты. Потому что очень больше, ты как правило фигни какую-то наделаешь. Применяешь этот фреймворк и так далее. Ну а ты ставишь перед собой цель, вот условно, мне интересна эта команда, я хочу у нее учиться, и ты там строишь какую-то коммуникацию, выходишь не на это. Конечно. Мы когда летели в Америку, мы сразу сказали, так вот эти вот ребята, они супер гуру, по-любому мы пойдем к ним на экскурсию в офис, найдем как-то контакты и так далее. И стараюсь также исключать коммуникацию с теми, кто мне неинтересен, и я понял, что это как сейлс, так же сейлс, только ты... Ты пугай урока, да. В Париже классный, когда вытащил девочку, которая занимается там менеджерей customer success, она целую академию управляет, там, блин, у нее 600 человек, там классные вещи, инсайты бросает. Ну там встретил парня, который там 12 сейлов, он когда что-то делает, это он там бывший фаундер, но он ниже, ну я говорю, парень, все круто, ну если хочешь, хочешь, то есть ты у меня спрашиваешь, но я твои советы, ну не буду слушать, грубо говоря, я наоборот стараюсь бежать туда, ну так оно и есть, то есть это рыба большая, вот это очень важно. Ну а ты, есть какое-то вот приблизительно среднее количество таких вот точек контакта с вливанием знаний для тебя, вот месяц сколько там? Да, я считаю вообще, вот мне, кстати, часто адвайзеры там набирать, я сейчас хочу собрать себе адвайзер и борт свой, это будут люди из разных, которые делали очень крутые бетербург-интерпрайз-продажи, привлекали большие деньги, да, вели стратегические переговоры с большими компаниями, я чувствую где-то, где я слабый, да, где мне обучаться будет их время, я вообще хочу такой борт собрать себе, но это очень классные ребята, время, в которых вообще не времени делать, я понял себе, мне с хорошим человеком надо два часа в месяц, наверное, а лучше может быть даже реже, потому что все, что мне посоветуют, мне надо еще время имплементировать и проверить, это раз в квартал, то есть вот такая сессия, это раз в квартал максимум, просто у тебя тупо нет времени, потому что ты очень много понимаешь других задач, потом это цикл раз в квартал, вот один хороший разговор с SEO какой-то компании, которая мне нравится, это пока для меня, я вот нащупал самое идеальное, то есть я что-то возьму и что-то применить успею, а не просто соберу файл, который, это надо будет сделать когда-то, еще с таких хаков, мы купили обучение на всю команду, 10 человек, есть такой вот, именно для SaaS-компании, там по ведению, там курс стоит 200 долларов, это акционная цена, по-моему, 200 долларов в неделю, на 10 человек, и мы в месяц, даже 300 долларов в месяц, не важно, 10 человек, это вообще там, вот просто мы все вместе учимся, каждый вторник, раз в 2 недели вторник, эти люди собираются, и там вот просто там материал, мы дома учим, а там домашнее задание, это собраться все вместе, поговорить на определенную тему, и записать решение, вот мы такую штуку сделали, и там вот, кстати, открыто было желание, кстати, заехалось 10 человек, реально ходит человек 7, и трое поменялось, даже те, кто зарегались, не те пошли, пошли другие, вот, но я вижу такое удивительно, там, может быть, человек вообще из другой команды, там у нас рекрутерша, одна из рекрутёр, менеджер по рекрутингу, занимается полностью, мы с ней обсуждаем, как строится SaaS-бизнес, какие там вещи, там хайринга очень чуть-чуть, ну, это курс для овнера, для овнера бизнеса, и вот в нём сейчас участвуют 7 человек из компании. Слушай, а покажи, а покажи, какие-то комбат доски, если есть какие-то, которые можно хотя бы… Мы сейчас убрали. Убрали? Да, мы опять же убрали из-за секьюрной, если честно, потому что были, часто ходят в офис, очень много людей просто ходят в компанию на собеседование, и там, да там просто, мы же очень открыты. Оно везде выглядит одинаково, есть стикера, то есть это вопрос. Но вы сторонники бумажек или всё-таки оцепровываете? Зависит, ну вот, видели мы доску, которую убирали, там люди начали писать маркерами, то есть я сторонник бумажек, реально, то есть нет, но это всегда, digital копия всегда есть. Вот, но сейчас мы так вообще в digital опять ушли, я вижу так, люди не очень стикерами дружат, но в некоторых командах внутри есть, у них там на стенке висит. Ну я смотрю, вы экспериментируете, потому что я помню, мы встречали на прошлый раз, наоборот, уход из digital. Теперь опять они вернули, говорят, нет, давайте всё-таки там, ну, всё работает, всё же окей. Знаешь, когда ушли, потому что люди не читали комментарии, не хотели как бы вовлекаться в это, пришли бумажки, они дали свой, люди стали встречаться, и они стали намного лучше вести теперь доску свою там, и отпала потребность. То есть это опять же, ретроспектива прошла, они говорят, ребята, на самом деле, сейчас же всё окей, все понимают, кто чем занят, какие этим, нам всё окей, планное, стендап сделали, обновили доску в жире, какие-то вопросы у кого-то есть? Да нет, нет вопросов, они решили убрать их, они убрали. Ну, кстати, вот мы говорили до начала интервью про процесс стратегического планирования, сейчас, я так понимаю, у вас есть общий бэклог стратегических задач, которые вы формируете? Да, мы сформировали на стратегическом планировании набор проекта на следующие полугодия, за каждым проектом есть закрепленный один Team Lead, ну, это не обязательно Team Lead, это просто человек, на котором этот проект, эта доска, вот, они расписаны типа OCR, то есть это есть objective и ключевые результаты под этот objective. Вот на страцессе из таких вот 14 больших глобальных вещей мы спланировали, вот, и сейчас по ним бежим. Вот, у нас дальше это spreadsheet, на самом деле, в каждую неделю любой человек, который ответен за какую-то стратегическую цель, он репортует каждую неделю статус по этой цели, куда продвинулись, и в случае какого-то блокера или недвижения по цели пишет, что случилось, и кто ему нужен, чтобы продолжить двигаться. Слушай, вот у меня, значит, такой вопрос, я, общаясь с тобой, общаясь с многими фаундерами IT-компаний, я замечаю одну особенность, чем отличаются именно владельцы IT-компаний. Первое, это очень большая амбиция всегда, может быть, культура самого рынка, она задает эту амбицию, но, то есть, если собственник среднестатистической компании, обычной в оффлайне, он говорит, мне тут подрасти там на 10-20 процентов, то тут сразу вырасти, капитализация, продаться, или там, привлечься, или выйти на IPO куда-то, сразу большая. IPO. IPO, да? Видел наш ценник? Да, да. Миллиард. Один миллиард, да, уже. Четыре года на это есть, я ребятам сказал. Окей. Четыре года вот сегодняшнего. Да, 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 от этой страцессии. Является ли это только такой особенностью IT-бизнеса, либо это стоит, это мышление стоит перенимать на себя любому бизнесмену в любой сфере? И, кстати, реально, даже может быть, ты так сейчас разделяешь IT-не-IT, но я никогда это не разделял. То есть мне кажется просто, если ты чем-то занимаешься в жизни, то зачем это заниматься, чтобы не сделать лучшее в мире? То есть я вот, вот мы, кстати, был офигенный продукт, который мы хотели стартануть, который многие люди хотели у нас купить, а мы просто собрались и решили, а мы можем быть ли в этом лучшими в мире? А подумали, что нет. Наверное, не можем и не хотим на самом деле. То есть даже если есть этот маленький оппортюнити заработать там какие-то 100-200-300 тысяч долларов в месяц на этой штуке, потом решили, нет, мы не будем это делать, потому что это не отодвигает нас от вижена быть большим-большим. У нас вообще-то мы хотим попасть в топ-3 юникоров Украины первых. Круто. Поэтому, да, ты прав, без больших амбиций бизнес будет, знаешь, как организм, он должен расти, ему должны быть новые какие-то… Да, иногда, опять же, это опять на людей. Вот нормальные люди с таким open-mind, поверь, там вот сейчас парочку тебе человек спрошу, они вообще crazy, то есть они вот такие, да-да, с такой большой голов, с такой большой целью ты сможешь привлекать таких же амбициозных людей к себе. Другие цели. Поверь, никто не хочет работать в компании, которая хочет вырасти на 10%. А если люди хотят тебе работать такие, то я бы с такими людьми не хотел работать. Понимаешь? А как? Либо так, либо никак. Слушай, тогда еще смотри, вторая особенность, вот я замечаю тоже, у IT-компании есть такой общий тренд, особенно у продуктовых компаний, делать что-то простое, но на большом масштабе. Самая фишка в том, что ты должен найти вот одну маленькую боль, вот простую, которая вот очевидная, и решить ее. Все остальное, это самообман, когда ты сделаешь там большой продукт, который будет делать уметь все, и всем по чуть-чуть будешь помогать, и, наверное, на этом ты заработаешь, или ты там будешь продавать. Вот, например, в Британии абсолютно нормальное явление полиграфическая компания, которая делает только бизнес-карточки и занимается этим 20 лет. Найди у нас полиграфическую компанию, которая делает только бизнес-карточки. Опа! Все начинают, и постеры мы делаем, и это, и для ресторанов меню. Да-да-да, мы все делаем. Это, не знаю, это проблема менталитета, наверное. То есть они сказали, мы будем лучшими в мире людьми, у них метро, едешь в Лондоне и видишь их рекламу. Кажешь, ребята, мы 15 лет делаем только бизнес-кар, мы о них знаем все, покупайте. Класс! То есть, ну, фокусировка. То есть для, это практически для любой компании тогда фокусировка может стать стратегией? Да. Смотри, у нас уже два продукта, да, это вопрос, можем, мы можем дальше запускать больше продуктов, которые решают другую проблему, по какому-то новому сегменту. Вот мы работали только с e-commerce, теперь мы говорим, окей, класс, но есть много денег в офлайн-ритейле. Пришли к офлайн-ритейлу, это только enterprise уровень сейчас. Дальше у нас есть таргет для e-commerce-продукта сделать SMB-решение в 19-м году, это будет новая команда полностью с продакт-директором. У меня продакт-менеджер, это как маленький SEO, то есть у него полностью все полномочия, то есть управлять этим проектом. У них маленький SEO, и будет продукт для, там, маркетплейсов. Еще один, это другая команда, это общая команда. Продакт-менеджер в маркетинге у тебя? Это вообще всего, это маленький SEO. Нет, я понимаю, но продакт-менеджер, он в структуре компании, как у тебя расположен? Это ко мне, да. То есть вот я, есть продукт-директора, есть маркетинг, но я, может быть, тоже брошу, у нас интересная структура, мы сейчас немножко пересобрали. То есть есть, например, sales, он внутри продукта, потому что они под продакт-менеджером, например, у меня. Но маркетинг нет, маркетинг в центре, и head of marketing, ее задача — нанять классный head of marketing в каждый из продуктов и делать продукт-маркетинг, она только general смотрит. То есть маркетинг по продуктам все-таки разделить? Разделить. Возьми Audi, возьми любого автопроизводителя. Ты же не можешь делать маркетинг Audi A8 так же, как Audi A1. Один маркетинг, с ума сойдет. А если еще бренд Audi, подожди. И команды разные, разработка разная, они очень приемственные какие-то вещи есть, но это абсолютно другая команда, потому что другая аудитория, другой маркетинг, другие продажи, другое производство. Соответственно, в IT то же самое, и в оффлайне, подожди, вот автопроизводители, чем он отличается от нас. То же самое, у меня команда, которая делает продукт для определенного рынка, она полностью должна быть независима, чтобы они в скраме могли работать. У них должны быть все ресурсы, они должны от кого зависеть сбоку слева. И поверь, вот только мы выделим, даже вот PeopleDev, он у нас выделен. И вчера буквально был митинг с Сашей, и Саша говорит, Сань, я сейчас доберу еще двух HR и разделю их по продуктам. То есть будет HR, Generalist, которая понимает все лучшие практики, что они делаются, мониторит метрики, пишет пульсы и так далее. И два рекрутера, которые напрямую работают с продакт-директорами, которые помогают этим командам добирать людей. То есть вот два продукта, две HR команды. То есть маленькие штуки. Поэтому вот основная проблема офлайн и таких бизнесов широких расфокус. То есть вот это нам, кстати, случится на команда, ей там 9 лет уже, они тоже там типа этичники, созданы очень давно, и у них 11 продуктов, ребята. 11! На команду в 40 человек, и в разные продукты, в разных сегдеях, они с большими ритейлерами, и с маленькими, и с горизонтальными, с вертикальными. У нас продукт, мы под все адаптируем. Я говорю, и сколько вы этим занимаетесь? И там лет 11. Я говорю, мы тут пытаемся выйти на запад как-то, то есть это. Окей, ребят, но 11 лет, ты уже, наверное, там поднаскучила всем. Ну да, а меня уже нет. Уже давно нет, и они просто советовали, а я понимаю, что... 90-дневный цикл истек уже. Да, вообще 7 лет. Вообще цикл любой компании нам уже 4 года. То есть 4 года в IT-мире, это блин уже такие нормальные, мачурные ребята. То есть потому что 7 лет это ты должен набрать. Смотрите, сейчас планка вообще очень большая. То есть IT-щики, кстати, они, может, хорошие, потому что они меряют очень сильно свои бизнесы. Смотри, сейчас планка простая. Для нового бизнеса в области Software as a Service, то есть сейчас говорю только в моем сегменте, потому что я его знаю. Первый год миллион долларов оборота на продукте, от идеи до это, год. Второй год пройти надо, ну, вообще утроиться, то есть 3 миллиона, 3,5. На одном продукте нельзя запускать второй. Потом пройти 5, как можно быстрее. То есть это, правило, тебя займет 2 где-то года. Потом 10 миллионов, следующая планка. Потом от 10 до 100. Еще лет. То есть ты, в принципе, за 5-6 лет, ну, должен прийти к 100 миллионам оборота. И собственно публично здесь 100 миллионов. На одном продукте? Нет, это уже можно дальше. Через, за 5 миллионами и за второй год ты можешь уже добавлять продукты в линейку. Если увидишь там, например, тоже Zendesk, это начинает расширяться. То есть у них вот 100 миллионов они проходят. Да, идеально, если можно, но скорее всего нет. Как минимум, ты можешь пройти на продукте, но придется продукты под сегменты адаптировать. Ты заберешь. Почему Tesla делает пикап, ребята? Сейчас Tesla делает пикап. Не потому, что у него плохо там Model X продается. Им надо забирать сегменты, чтобы быть большей, чтобы расти. И потому, может быть, люди не хотели бы запускать SMB-продукт. Но я понимаю, там приходит 300 заявок, готовы купить SMB-решения, а мы им не продаем. То есть сегмент как-то ощущает сейчас свою проблему, и мы его не забираем. Если мы, там вот такое широкое у нас видение, мы там via pricing the world, наша миссия сейчас, то мы потом, мы хотим пойти в book, мы хотим помогать ценообразовать отели и маленькие рестораны. То есть это наша тоже там такая большая гол на десятилетний vision. Поэтому я думаю, что мы когда пройдем 100 миллионов, дальше надо пройти 200-300, это уже будут индустрии другие. То есть отели, рестораны и так далее. То есть вот, я, кстати, до сих пор для меня челлендж. Например, Grammarly запичили на инвестицию в 100 миллионов долларов. То есть это такой vision надо продать. То есть надо vision продать на 10 миллиардов. То есть я знаю, у кого их build vision, они вообще-то сильно не паблик, поэтому не могу рассказать, но в целом они станут самым большим архивом знаний о искусственном интеллекта, о валидации, грубо говоря, текста на любых языках мира. То есть это самое... Вот в этот vision люди готовы инвестировать и ты соберешь самых крутых людей, которые хотят именно в этом перформить. Come on, если бы Маск рассказал, что он хочет просто коммерческие грузы доставлять дешевле, никто бы за ним не пошел. Его миссия, что мы летим на Марс. Ну подождите, но первый чекпоинт, давайте дешево научимся летать, а как мы и заработаем денег, будем дешевые полеты. Если бы он пичил, что мы просто хотим сделать там запуск коммерческих в два раза дешевле, ну да, это все равно не big goal. Понимаешь, а колонизация Марса, вот это goal. Сто процентов. Вот поэтому, вот мой ответ. Да, надо большой vision, большие цели. Супер. Друзья, на этой оптимистичной ноте, я думаю, мы завершаем сегодняшнее интервью. По-моему, очень круто. Зашли гости. Да, меня вдохновил точно. Я хочу сказать, что обязательно напоминаю, что у нас здесь вот конкурс. Задавайте вопросы в комментариях. Мы на лучший вопрос, мы выберем лучший вопрос и отправим Саше. Дадим на него ответ, возможно даже в конверте. Да. И выберем классный подарок. от компьютеры. И поверьте, это будет действительно круто. Саш, спасибо большое. Спасибо. Я думаю, мы на этом не прощаемся, у нас еще… Да, мне всегда с тобой интересно поговорить. Отлично, супер. Спасибо огромное. Друзья, до новых встреч. Если вы еще, кстати, не подписаны на канал, то прямо сейчас это можно сделать, подписаться, поставить колокольчик, чтобы получить уведомление. И до новых встреч.